Код на замок утечки информации для компаний подорожали до 3,86 миллиона. Цена одной утечки информации из компаний в среднем в мире выросла на 6,4% до 3,86 миллиона долларов, показало глобальное исследование. С которым ознакомились известия. Это связано с ростом объема информации, которая пострадала в ходе инцидентов. При этом наибольший урон наносят не внешне, а внутренние утечки, выяснили в российской. В среднем один внутренний инсайдер компрометирует в 1,5 раза больше данных, чем злоумышленник извне. Чаще всего компании теряют личную информацию, реже коммерческую тайну и свои новые разработки. По оценкам. Из-за появления новых каналов доступа к данным вероятность утечек информации из компаний в ближайшие два года вырастет до 29,7%. Лодка дала течь согласно исследованию. Крупнейшие мировые компании, которые специализируются на безопасности данных. Средняя цена утечки для компаний в мире в 2018 году выросла на 6,4% и составила 3,86 миллиона долларов. Объем потерь стал больше. Кроме того, подорожала и каждая утерянная запись. Теперь она стоит не 141 доллар, как в 2017 году, а 148 долларов. Вероятность утраты информации в ближайшие два года вырастет с 27,7% до 29,7% появились новые каналы доступа к ней, например, через интернет вещей, отмечают эксперты. Мировой объем утечек данных за 2017 год вырос в 4 раза в 53% случаев утеря данных происходит по вине сотрудников самих компаний, внутренняя утечка оказалась опаснее внешней атаки. Как показало глобальное исследование компании по защите информации. Инфо-вотч. Есть у известий, по итогам первого полугодия 2018 в среднем за один инцидент по вине сотрудника компания теряла 2,5 миллиона единиц информации, а из-за злоумышленника только 1,6 миллиона по статистике. Инфо-вотч. 58% инцидентов, приводящих к потере данных, происходит внутри компании. Интересы пересеклись в ходе внутренних утечек компании чаще всего теряют персональные данные 67,2% случаев, Объекты коммерческой тайны, 17,7%, информацию о новых разработках, 7,1%, а также платежную информацию, 2,2% следует из данных. Инфо-вотч. Личная информация интересует и преступников, атакующих извне, в 50% случаев им нужны пароли, в том числе дающие доступ к интернет-банку, пояснил руководитель отдела аналитики информационной безопасности. Positive Technologies. Евгений Гнедин. Он добавил, что в 15% инцидентов были украдены данные платежных карт, часто при помощи вирусных программ. Использовать полученную информацию можно по-разному. По словам Евгения Гнедина, 59% всех предложений о продаже данных на черном рынке – учетные записи пользователей. Их продают поштучно по цене около 10 долларов или целыми партиями до нескольких миллионов записей. Поэтому вслед за одной атакой довольно скоро может последовать новое – на пользователей или компанию. Когда речь идет о коммерческой тайне, целью становятся зарплатные ведомости, трудовые договоры и любые другие документы ограниченного доступа, добавил эксперт. Если похищена ценная коммерческая информация, это может привести даже к краху бизнеса. Кража персональных данных сотрудников повышает риск ущерба для каждого пострадавшего, от назойливого спама и фишинговых атак до кредитного мошенничества, пояснил аналитик ГК. Инфо-Ватч. Сергей Хайрук. В России были случаи хакерских атак на компании, обладающие большим объемом персональных данных клиентов. В 2017 году с этим столкнулась компания Invitro, ей пришлось временно приостановить прием анализов пациентов. Руководство Invitro заявило, что утечки личной информации клиентов не произошло. Там уточнили, что инфраструктуре был нанесен ущерб, но не назвали его сумму. Известия опросили топ-50 российских компаний о проблемах, связанных с утечками и обучением сотрудников правилам обращения с информацией. В трубной металлургической компании Известием сообщили, что с 2007 года у них действует режим коммерческая тайна и сотрудников знакомят с его требованиями при приеме на работу. Граждане узнают об использовании их персональных данных. Новый специализированный портал позволит пользователю запретить работу с его личной информацией. В ВТБ Известием рассказали, что банк регулярно проводит обучение сотрудников правилам обращения с информацией в соответствии со всеми утвержденными регламентами банка. В Сбербанке все работники проходят обучающий курс с элементами гимификации. В кредитной организации сообщили Известием, что банк регулярно проводит киберучения, в рамках которых сотрудникам направляются учебные материалы, имитирующие действия мошенников. В остальных компаниях не смогли оперативно предоставить комментарии. Ответят все, если сотрудник компании разгласил информацию без злого умысла впервые это не привело к проблемам, работодатель ограничится беседой с таким работником, отметил Павел Сигал. Намеренные утечки совсем другая история и здесь в зависимости от тяжести нарушения к виновникам применяются штрафные санкции, добавил Сергей Хайрук. По его словам, на Западе уже есть примеры, когда очень крупный для физического лица штраф, несколько сотен тысяч долларов, накладывали на любопытных сотрудников, просто регулярно просматривавших информацию, в которой по долгу службы они не имели права обращаться. Иногда дело доходит до суда и заканчивается реальным сроком. В ряде инцидентов, например, если сотрудник передавал информацию о новых разработках или коммерческую информацию конкурентам своего работодателя, суд мог вести длительный запрет на профессиональную деятельность, добавил Сергей Хайрук. При этом многие компании уделяют недостаточно внимания защите обрабатываемой информации, что делает ее легкой добычей даже для низкоквалифицированных хакеров, считает Евгений Гнедин. А значит, угроз утечки становится больше. Справка из вести в США трое сотрудников страховой компании. American Income Life Insurance. Используя персональные данные сотен человек, причинили ущерб работодателю и его клиентам на сумму 2,8 миллиона долларов, они незаконно оформили сотни полисов по программам страхования жизни. Руководитель отдела продаж одного из банков Фуае копировала из электронной системы данные о клиентах и передавала их своему земляку в Индии. От их действий пострадали 2500 клиентов, потери составили 300 тысяч долларов, утечки информации регулярно случаются в Apple. В 2018 году в сети стал доступен исходный код iOS, виновным признали стажера, который работал в компании в 2016 и похитил код. В 2017-м дочь одного из сотрудников опубликовала видео с iPhone X. До релиза компания уволила его. В 2009 году в сеть за месяц до премьеры был слит фильм «Люди Икс. Начало». «Росомаха». Копию изъяли, но ее успели скачать 100 тысяч человек. Расследованием занималась ФБР, киноэксперты оценили ущерб в несколько десятков миллионов долларов недополученных сборов.